Не при мне она лазит в кошачий туалет, очень странно вести себя на прогулках Она ест какашки кисы Алисы Я, как обычно, вынесла мусорный пакет и выпустила через время гулять собак И тут я вижу из окна, ооо, взять и написать где угодно В какой-то момент я даже обнаружила, что она одну из какашек размазала по стеклянной двери Они такие, как тараканы, расползаются и прячутся, типа, а это не мы А Миша сидит просто такая в трех лужах Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут мои питомцы Не обращайте внимания на мою прическу Я, как всегда, не знаю, что мне делать с моими кудрями Обязательно подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео А я сегодня в салатовом, потому что мы с вами решили, что этот цвет нашей Мишанки На днях у нее был день рождения, и ей исполнилось примерно 5 лет Почему примерно все наши преданные зрители знают? Потому что Мишка попала ко мне уже взрослой собакой Ситуация была тяжелая, и о ее прошлом можно было только догадываться Поэтому мы примерно с ветеринаром прикинули, сколько ей, когда она родилась И она была собачкой с нарушенной психикой, которая даже не различала тон голоса Негативный или позитивный, и боялась Да, лежит пальчик мне Даже смотреть в глаза И мы, по сути, учились всему заново Она ничего не знала, и я приучала ее ко всему Одежде, лакомством, лежанке, игрушкам, поводку Чистить зубы, мыться, плавать, гулять Учились не бояться Познавали мир вместе Даже научились просить ласки и выполнять некоторые команды Но сегодня я хочу поделиться с вами тем, что, возможно, шокирует вас Так же, как шокирует меня И рассказать то, что я бы никогда раньше не рассказала Потому что, ну, хочется все идеализировать Сказать, что все у нас так круто, классно, мы такие молодцы Но нет Взять собаку с нарушенной психикой Это гигантская ответственность Это как усыновить ребенка с ужасным прошлым Но если человеку можно как-то что-то объяснить С ним можно поговорить, задать ему вопросы Почему он так делает То с собакой все гораздо сложнее И понять ее намного труднее В других роликах и фактах о ней я показывала, как Мишка изменилась в лучшую сторону Многому научилась И это действительно так Она реально стала другой собакой И наверняка зрители, которые наблюдали весь процесс, это видят Но сегодня по традиции в честь дня рождения Миши Я расскажу 10 новых фактов, которые никто о ней не знает Это правда, которая пугает даже меня И я очень устала и сама не знаю, что дальше делать Но давайте начнем с какого-нибудь хорошего Факт первый и, возможно, удивительный для многих Это то, что Мишка самая маленькая собака из всех Я сейчас говорю не о возрасте, а о размере Она, несмотря на то, что она такая пушистая, большая и вроде как широкая По росту и по всем другим параметрам Меньше всех остальных моих собак И в видео так не кажется, но это на самом деле так Кстати, ставьте лайк на это видео, если хотите ролик про полное сравнение всех моих питомцев Рост, вес, размеры, цвет, кто сколько ест и так далее Мне кажется, это было бы очень прикольное видео Факт второй про Мишу это то, что у нее сносит крышу, как только пора кушать Как я говорила вам, я стараюсь кормить своих собак в разное время Чтобы у них не образовывалось слюновыделение и желудочный сок Чтобы не появился гастрит Но все равно я это делаю после пяти вечера И вот как только наступает на часах 17.00 У Мишки начинает происходить какое-то полное безумие Она носится, как таракан, туда-сюда Проявляет все возможные виды радости И вы только представьте, что Миша, вот эта скромняшка и трусишка Лает громко, много и даже может где-нибудь написать Чтобы привлечь внимание, что, мол, пора кушать уже А еще я уже показывала, что мы добились все-таки И Миша начала играть собачьими игрушками Хотя она до сих пор путает их с человеческими вещами Как раньше она грызла мои заколки, например Сейчас на этого не делает Но зато вот на канале Magic Family Vlog Где я снимаю простые влоги из нашей обычной жизни Я показывала, как она сгрызла новогоднюю игрушку, к сожалению Но уже в этом смысле все намного лучше И это, ребят, к сожалению, лишь цветочки Факт третий Мы ходили с Мишей к зоопсихологу Я снимала об этом видео и профессионалы нам сказали, что иногда, когда Психика собаки с детства уже повреждена Нам кажется, что надо вот постоянно с ней что-то делать Жить, как с обычной собакой Но нет, наоборот Ей спокойнее и комфортнее, когда в жизни стабильность и однообразие Одно и то же место Одно и то же время Одни и те же люди Одни и те же события И я старалась соблюдать все эти правила и другие советы, которые мне посоветовал зоопсихолог Но в последнее время Мишу как будто переклинило Она как будто сошла с ума Все пошло не так При том, что раньше все это работало Сейчас она стала творить какие-то просто странные, безумные, необъяснимые вещи И причем делает она это все в тайне от меня При мне она ведет себя совершенно по-другому И это реально пугает Вот когда, например, я уезжала на фан-стречу в Красноярск Я снимала ролик о том, что Миша делает без меня И там выяснилось, что не при мне Она лазит в кошачий туалет и достает оттуда, извините, Алисины экскременты Мишка, которая боится всяких лишних звуков, движений Залазит вот в эту вот дырочку туда С гроха там ковыряется, достает эти и ест их И я слышала не раз в своей жизни от людей, у которых есть собаки и кошки одновременно История о том, что действительно собаки по каким-то странным, непонятным нам причинам Любят кушать кошачьи экскременты И эта вредная привычка безумно усложняет всем жизнь Потому что киси на Лисин туалет приходится куда-нибудь прятать туда, куда не могут проникнуть собаки И кошке, соответственно, как-то надо искать туда пути И с таким поведением нужно как-то бороться Но я пока что просто в растерянности И следующий факт с этим связан Про тебя рассказываю Погодите, у нас тут, мне тут уведомление пришло в директ в инстаграм Кстати, про инстаграмы не забывайте подписываться на инстаграм питомцев Скоро там будут очень крутые конкурсы и розыгрыши подарочков И на мой инстаграм тоже Ладно Последнее время Миша стала очень странно вести себя на прогулках Как я это называю, сбегать просто То есть все собаки идут гулять Я их выпускаю во двор Кто первый раз нас видит, мы живем в загородном доме И потом через время я их зову Все у меня очень воспитанные и дрессированные И когда я их зову обратно, все возвращаются И я запускаю их домой И Миша раньше тоже возвращалась со всеми А теперь она просто пропадает Территория у нас большая И когда это только началось, я каждый раз выходила ее искать И могла потратить на это огромное количество времени Я искала под каждым деревом, под каждым кустом, под сараем, везде И вот, находясь на какой-нибудь одной стороне дома Она откуда-то прибегала и типа все окей И так как при мне, как я сказала, она ничего подозрительного не делает Я решила за ней следить И в итоге обнаружила, что когда все идут гулять Все гуляют, как обычно, ходят в туалет Что-то там нюхают, прыгают, играют А Миша бежит в какие-то определенные места И я обнаруживаю, что именно в эти места Ходит в туалет киса Алиса, когда я выпускаю ее на улицу То есть, когда я узнала, что она залазит в Алисин туалет дома И спрятала его Она стала искать кошачьи экскременты на улице И есть их Она ест какашки кисы Алисы И пока вот она все не найдет и не съест Она домой не возвращается И когда я поздно вечером их выпускаю Когда уже темно И я не могу ее найти Остается только ждать Следующий факт про Мишку Да, Миш, я рассказываю всю правду о тебе Связан как раз с тем, от чего я не могу ее отучить Это подбирать с земли Как бы я ни старалась, у меня не получается Отучить ее подбирать съедобное что-то с земли В том числе Чьи-то какашки И кроме того ужаса, что она это ест Из-за того, что я не могу отучить ее подбирать Она может это даже в дом притащить Ладно, там какая-то палочка, которую собаки там находят И играют с ней А это чаще всего что-то, как вы поняли, съедобное Например, луковицы от цветков Картошка какая-нибудь Ну и, соответственно, кошачьи экскременты И также, к сожалению, я не могу отучить до конца Мишаньку от трусливости и пугливости То есть она все равно продолжает дергаться от резких каких-то звуков или резких движений Раньше она очень сильно реагировала на руку, если ты махнешь рукой просто И при всей вот этой своей трусливости и боязливости Следующий факт Это то, что Миша научилась разворачивать мусорные пакеты И это тоже стало происходить абсолютно недавно То есть раньше Мишка такими вещами не занималась Да? Ужас просто какое-то неповедение Лучше бы вкусняшки вот ела Я уже даже вкусняшки ей другие начала давать Я выношу мусор в пакете На крыльцо Или к гаражу Чтобы потом впоследствии отвезти на мусорку выбросить И несколько раз подряд я начала находить Что мусорный пакет весь разворочен Разодран И валяется мусор вокруг Я сначала не понимала, кто это делает И предположила, что это киса Алиса Или какая-нибудь местная бродячая кошка Которая как-то перепрыгивает через наш забор И этот мусор разворачивает Но в какой-то момент Я, как обычно, вынесла мусорный пакет Положила его И выпустила через время гулять собак И тут я вижу из окна, как Миша первым делом бегом к этому пакетику И давай его ковырять Искать, что же там вкусненького можно съесть То есть превращается в какую-то помойную собаку Которая роется в помойке Это опять же связано с тем, что подбирать Но самое жуткое еще и то, что она научила этому Софи То есть Софи такая Оооо, оказывается, можно где-то вкуснятину находить Пакет разрывать и разворачивать весь мусор Раскидывать по всему двору, ковыряться Пока я не вижу Следующий печальный факт Это то, что Миша снова начала ходить в туалет дома То есть она может взять и написать где угодно И как я сказала, это стало происходить только в последнее время Как вы помните, я долго приучала Мишу к туалету И очень долгое время все было хорошо Я приучила Мишу к пеленкам И она перестала делать это, где попала на коврах и на полу Потом я приучила ее делать это на улице И она перестала делать это дома И как я сказала, это стало происходить именно в последнее время У нее как будто что-то переклинило У нас есть канал Magic Family Academy Где я даю только полезные советы Рассказываю лайфхаки о животных Там даже вышел ролик о том, как приучить щенка к туалету В принципе, все, что я сделала, это правильно и достаточно И никто из моих собак подобного не делает И Миша не делала тоже При том, что она сложная собака Но что с ней произошло, я не знаю Но это еще, ребят, не самое страшное Вот, к примеру, все собаки сидят в комнате Я хожу, занимаюсь там своими делами Возвращаюсь в эту комнату И обнаруживаю Простите еще раз за это слово Какашки, которые размазаны по полу Не просто кто-то не дотерпел до туалета И сходил, сделал это здесь А они размазаны Какие-то все вот так вот это все Вы можете себе представить В комнате воняет Это надо мыть И это повторяется из раза в раз Я стала не понимать просто Как это происходит Кто это делает Что вообще не так И чтобы понять, кто же это делает Я решила закрывать всех в разных комнатах То есть вот прям по одному Каждой в отдельной комнате И как вы думаете, что я обнаружила? Кто это делает? Миша Причем она вот-вот зашла с улицы Там она должна была сходить в туалет Она этого не сделала Она заходит, делает это в помещении И начинает это есть И размазывать просто вот вокруг себя везде Измазывается в этом сама Раньше такой проблемы не существовало Сейчас я просто в растерянности безумной Что с этим делать? Причем есть такое понятие, что собаки едят свои экскременты Или экскременты других собак Потому что им не хватает каких-нибудь ферментов и веществ И вот многие люди, которые давно уже с собаками Советуют покормить их, как говорится, каким-нибудь говном То есть они же едят говно Поэтому покормите их говном каким-нибудь Типа селедкой какой-нибудь Какими-то вонючими такими вот продуктами Какими-то шеями куриными и так далее Но это не помогает В Мишином случае это не связано с веществами Которые недополучают ее организмы Типа поэтому она кушает какашки Из-за такого ее поведения, как вы понимаете Это доставляет гигантские неудобства Убирать, прятать этот киси на лисин туалет На улице следить, чтобы Миша куда-то там не пошла и не начала это есть Прятать мусорные мешки Постоянно мыть полы, отмывать от этого Избавляться от этих запахов Это очень тяжело В какой-то момент я даже обнаружила Что она одну из какашек размазала по стеклянной двери То есть вот дверь стеклянная, и она там это размазала Это что вообще означает? Многие думают, например, что иметь собаку мальчика Это проблема с тем, что он будет метить Эйвен кастрированный и он ничего никогда не метил Больше того скажу Он с Софией, с девочкой, со своей сестрой живет с детства И вот когда у меня были только Эйвен и София Они никогда не перемечивали друг друга Никогда То есть если мальчик с девочкой живут, проблем такой не будет, скорее всего А вот если живет два мальчика, они могут начать конфликтовать Или три девочки, как у меня, например Каждая из них как бы хочет завоевать территорию Но что Софи, что Юми, что Миша, они были приучены к туалету И поэтому никогда этого не делали дома На улице они могли друг друга перемечивать Но не дома Но если в доме хоть кто-то один начнет писать То другие, конечно же, будут его перемечивать Это природа А Миша, как нам сказала зоопсихолог В какой-то момент у нее этого не было И все было нормально Сейчас начала снова писаться дома И делает она это от нервов То есть она как бы таким образом себя успокаивает Это звучит странно, реально Как собака писает, чтобы себя успокоить Но, чтобы было понятно нам с вами Это как человек, который грызет ногти от нервов То есть внутри него какая-то тревога Что-то его беспокоит, он нервничает Начинает грызть ногти Таким образом, как бы неосознанно себя успокаивая И то же самое делает Миша Она писает, чтобы себя успокоить Но эта тревога, эти нервы Не связаны с каким-то конкретным событием Какой-то стрессовой ситуацией Просто она тревожная и нервная собака И поэтому она это делает Но если в какой-то момент жизни, периода Она этого не делала Видимо, все было спокойно Сейчас, когда она оказывается в компании ребят Она снова начинает нервничать И писать, чтобы себя успокоить А другие, соответственно, Юми и Софи Считают, что она пытается завоевать территорию И такие, типа, мы тоже будем писать Почему это тебе можно, а нам нельзя И начинают тоже писать Но так как они знают, что этого делать нельзя Сразу видно по их реакции Когда я это вижу, они такие, как тараканы Расползаются и прячутся Типа, а, это не мы, это не мы, это все она А Миша сидит просто такая в трех лужах С лицом, типа, ой, а че? Как-то раз в одном из роликов Я сказала про Мишу проблемная собака И кто-то в комментариях написал Зачем ты обзываешь ее проблемной? Проблемная я не имела в виду, что это мне проблемы Проблемная я имела в виду, что у нее проблемы Ей тяжело жить в нашем мире Ей сложно И я пыталась дать ей все свое внимание Вы видели, как я старалась И каждый ее правильный шаг меня безумно радовал Каждый раз я пищала от восторга Когда у нас вместе что-то получалось И вот мы с Мишанькой столько во всему научились Столько всего уже умеем И тут такое, спустя такое количество времени Ее как будто переклинило Она как будто сошла с ума Реально, я больше не могу найти никаких других объяснений Что пошло не так Что вдруг Миша начала творить Такие безумные вещи С которыми я, с одной стороны, я не могу смириться С другой стороны, я безумно устала Мы, наверное, снова пойдем к зоопсихологу И будем решать, где же что пошло не так Что же теперь делать и как с этим бороться Потому что я ее, независимо ни от чего, очень сильно люблю И очень хочу, чтобы она была счастлива Переходить по ссылкам на новые ролики на других наших каналах С днем рождения еще раз Мишаньку Независимо ни от чего Поздравляем ее На канале Magic Pets Ролик про ее день рождения Она там рассказывает свои истории Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok